Добрый день! Сегодня наш разговор будет посвящен характеристике, специфике кочевой культуры. Тема очень объемная, на мой взгляд, чрезвычайно интересная и достаточно сложная. Поэтому в своем разговоре мы остановимся только на некоторых аспектах этой большой темы и постараемся проследить какие-то ключевые характеристики кочевой культуры. Остановимся, безусловно, на автохтонности, на генетической преемственности культуры племен, населяющих территорию Казахстана в различные исторические периоды времени. Поговорим о зооморфности, как такой уникальной характеристики видов искусства насельников степи. Кратко остановимся на характеристике тамгобыла, как субстрате тринитюрской письменности. Необходимо будет оговорить такой уникальный совершенно пример, как степная устная историология. И, если позволит время, наверное, остановимся на характеристике суфизма, как вкладе кочевников в религиозной скане Средневековья. Безусловно, такой подход и такой анализ к специфике кочевой культуры стал возможен во многом благодаря тому, что на смену формационному подходу пришла цивилизационная парадигма, которая как раз позволяет увидеть мир во всем его многообразии, не отмечая, как, допустим, в формационном подходе, что каждая последующая ступень является лучше предыдущей. А цивилизационный подход нам показывает, что все разные, и каждая из этого разного имеет право на жизнь, на существование и так далее. Но, говоря о культуре, конечно, нужно, наверное, выделить те какие-то фундаментальные внеисторические основания, которые, в общем-то, и определяют специфику национальной культуры, особенности национального характера, то, что мы называем менталитетом и так далее. И вот к таким условиям внеисторического характера мы можем отнести геополитическое положение, ландшафт, характеристики биосферы, то есть все то, что не зависит от человеческой воли и, так сказать, его желаний. Но эти условия внеисторического характера как раз и определяют то понятие, которое для нас в рамках вот этого разговора, и вообще очень важно, то есть понятие менталитета. Вот менталитет — это как раз та самая глубинная структура культуры, которая, так сказать, формируется достаточно длительное время, и этими какими-то характеристиками будут отличаться, ну, скажем так, целые поколения людей. Это будет относительно устойчивая такая, значит, связь. Само слово «менталитет» французское, оно появилось благодаря французским исследователям школы аналов и возникло еще в 30-е годы, и сегодня является одним из, может быть, наиболее популярных и часто произносимых слов. Вот, поэтому, конечно, мы будем исходить из того, что, значит, менталитет — это вот как бы исторически, социально укорененный в сознании многих, значит, и поведении многих поколений людей, поэтому при всей своей исторической изменчивости относительно константно. Почему я об этом говорю? Потому что вот первая характеристика, на которой мы хотели бы остановиться, да, это вот как раз автохтонность и генетическая преемственность. Надо сказать, что племена, которые населяли территорию Казахстана в различные исторические периоды времени, они, в общем-то, как бы приходили на смену друг другу. Безусловно, были племена, которые приходили из, допустим, глубины Центральной Азии, но большая часть, безусловно, проживала как бы длительное время на той территории, которую мы сегодня с вами знаем как Республика Казахстан. И, безусловно, каждый из этих родоплеменных, скажем так, единиц оставила свой след в культуре, в этногенезе. И вот доля, скажем так, каждого предка, она, безусловно, различна. Но вот преемственность настолько уникальна, что когда, например, археологи обнаруживают в Пазырыкских курганах на Алтае какие-то изделия, значит, допустим, ковры или там элементы, изучая их, они видят орнамент, аппликацию, то удивительная перекличка веков, а иногда и тысячелетий происходит. И мы понимаем, что вот длительный период накопления вот этих технологических навыков, особенности освоения, так сказать, природы, выработал уникальный образ жизни и уникальный способ, скажем так, мировосприятия, миропонимания и мироопределения, если так можно сказать. И, безусловно, вот одна из таких ключевых характеристик, которая связана с этой, значит, преемственностью и связана со следующей характеристикой, как зооморфность, это то, что вот на ранних этапах сформировалось, но особенно к периоду раннежелезного века, мы можем говорить о том, что сформировалась так называемая кочерническая триада. То есть это то, что потом ученые назовут с кифосибирским звериным стилем или просто звериным стилем, да, который будет характеризоваться тем, что на огромном протяжении степного вот этого прямоугольника от Дуная до Северного Китая мы наблюдаем абсолютное единство в образах, в настроениях, в материале, который использовался для изготовления тех или иных предметов быта или украшений, технологические приемы, виды оружия. И это сходство до сих пор как бы не дает покоя ученым, потому что количество предметов очень велико, оно разнообразно, и возникает даже, так сказать, теория о том, что, видимо, то есть кто же изготовлял эти предметы? Это были люди, специализирующие на этих занятиях, как, допустим, обработка, там, не знаю, кожи, металла, или это было массовым занятием? Вот этот вопрос как бы открыт до сих пор. Ну, понятно, что вместе с остановлением намадизма, который как раз вот произошел как бы на этапе поздней бронзы, и мы говорим о том, что 11-й, 9-й век — это вот как раз переход уже к кочевым видам хозяйствования, и в отдельных регионах, и он продолжал сочетаться с земледелием, и вот это присутствие различных форм как бы жизнедеятельности и доминирование именно кочевых видов привел к тому, что, безусловно, животные, они приобрели в сознании людей, в их представлении совершенно уникальные характеристики. И вот зооморфность, она, на мой взгляд, является одной из ведущих характеристик кочевой культуры, ее специфики. Например, если мы обратимся, собственно, к казахской культуре, то мы увидим четыре основных вида животных, это, конечно, лошадь, баран, верблюд и корова, да, и каждое животное будет обладать уникальными характеристиками. Ну, я не знаю, например, когда человек говорит, что он одинок, есть казахская пословица, которая сравнивает такого человека с лошадью без гривы и хвоста, а если человек смелый и отважен, то его сравнивают с джигитом и крылья которого, значит, кони, и так далее. То есть пословиц очень много сохранилось, и мы знаем, что конь обычно связан по мифическим представлениям, по каким-то легендарным, значит, этим, вот, с миром высших, с миром предков, и поэтому вся, как бы, процедура, допустим, захоронения коня, поклонения коню, значит, использование копыт, гривы и других каких-то частей тела лошади в различных обрядах, оно-тос и встречается на всем протяжении истории, вот, присутствия кочевой культуры на территории Евразийской степи. Баран – это вот другое животное, оно уникально тем, что, по легенде, считается, что единственное животное, побывавшее в раю, и поэтому оно прекрасно знает дорогу, и поэтому все обряды семейного цикла связаны, ну, самыми различными обстоятельствами, не знаю, там, от просьбы, чтобы пошел дождь и до обряда калжа, он связан, безусловно, и в этих во всех обычаях используется мясо барана, и так далее. Ну, если вы любите казахские сказки, наверняка вы знаете историю о верблюде, да, который получил от каждого животного какую-то часть, и таким образом верблюд, как бы, объединяет в себе все характеристики, необходимые для кочевника, и, как бы, имеющие представление о некой идеальной жизни, с коровой тут сложнее, она позже вошла в морфологический состав стада, ее покровитель даже именуется иначе, он именуется Зингибаба, и корову даже рекомендуется подсёгивать, подгонять, там, и так далее. То есть, вот, это все сохранилось в повседневной, ну, и, я думаю, можно, вот, закончить эту часть разговора тем, что, если вы вспомните, как традиционно казахи приветствуют себя в сельской местности, правда, сегодня, конечно, уже все изменилось, трансформировалось, но все-таки это будет приветствие, которое буквально можно перевести, и ваш домашний скот, и ваша душа здоровы, и это как раз и показывает, что, вот, зооморфность, преемственность и, как бы, укорененность кочевых традиций, она очень сильна и присутствует до сих пор. Следующий момент, это вот Тамгабыл, на котором я хотела бы остановиться. Действительно, когда вдруг на территории Восточной Сибири были обнаружены уникальные памятники, Монголия, безусловно, были обнаружены уникальные памятники письменной культуры, то ученые просто были крайне удивлены. Первая версия, что это было привнесено какими-то иными народами, племенами сюда, в регион, то есть не было даже, как бы, такой версии, что это создано автохтонными племенами. И вдруг-то, кстати, мы понимаем, что это именно так. Так вот, говоря о том, где же истоки этой письменности, и версий очень много, они различные. На мой взгляд, одна из них очень интересна. Она связывает вот с субстратом древнетюрской письменности Тамгабылом, именно Тамгу, то есть тот самый знак, которым клеймили скот. Ну, скот, вы понимаете, легко отчуждаемая собственность, и надо было каким-то образом зафиксировать ее принадлежность тому или иному человеку, роду, племени, как угодно. И вот по предположениям целого ряда ученых, именно от Тамги сформировался тот самый Тамгабыл, как субстрат, и в дальнейшем появилось древнетюрское руническое письмо. На мой взгляд, это интересная версия. Не могу сказать, что она единственная, но имеет основание под собой. Следующая характеристика кочевой культуры – это, конечно, степная устная историология. Этот тезис был предложен известнейшим казахстанским востоковедом Юдиным, который понимал под степной устной историологией, и, прежде всего, устный сакральный свод, куда входила мифология, религия, обрядность. Затем это героический эпос, и эпос вообще, и творчество Жиралу. И третий блок этого устного степного знания, оно связано с присутствием письменной традиции, с генеалогиями, преданиями, легендами, которые уже зафиксированы письменно. То есть мы, говоря об устной степной историологии, мы говорим о том, что это устное знание, которое функционировало в степи, передавалось оно по вертикальному каналу от отца к сыну, оно было крайне фрагментарно, безусловно, потому что, если, не дай бог, умирал носитель, и ни с кому не смог передать это знание, то знание уходило вместе с ним. И это объясняет вот эту крайнюю фрагментарность. Носителем этого знания были различные люди, скажем так, интеллектуалы различных эпох, и если мы посмотрим в казахской культуре, то туда можем отнести и боксы, шаманов, Жирау, Шаиров, Акимов, Биев и так далее. То есть это целая группа людей, которые обладали различными знаниями в области права, в области повседневной жизни, в области ветеринарии, как угодно, медицины и так далее. И, конечно, мы можем сказать, что миф, эпос, Шежере — это три этапа, которые характеризуют развитие основного степного знания. И Шежере уникальна тем, что оно существовало прежде, и сегодня оно вновь получило новый импульс, новый интерес в рамках уже наших периодов независимости. Мы видим целый ряд работ, посвященных Шежере, мы видим сайты, которые так и называются. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что Шежере по-прежнему остается тем самым компасом для казаха, который четко помогает ему определить, ну, скажем так, свою жизненную стратегию, возможность заключения брака, особенности, скажем так, взаимоотношений с тем или иным человеком. Потому что матрица, которая считывается как бы друг с друга, вот Шежере является той самой матрицей, в которой заложена информация о тебе как части большого рода. И вот тут необходимо сказать еще одной уникальной характеристикой специфики кочевой культуры, как родовое время. Вот понятие родового времени, оно, наверное, наиболее лучше сконцентрировано в таком термине, как атолы. А атолы — это человек, имеющий славных предков. Вот когда за его плечами сконцентрировано, сгущено это родовое время, и человек сам по себе, конечно, уникален и важен, но, например, если мы вспомним, как можно было и кто мог стать бием, то есть помимо того, что он должен знать систему обычного права, что он должен быть прекрасным оратором, он должен быть достойным человеком и обладать массой качеств, которые, так сказать, ему должны быть присущи, он должен иметь славных предков. Без вот этой характеристики как бы человек теряет большую часть себя. И родовое время, оно по-разному как бы измеряется. Вы знаете, что в казахской культуре, например, есть такое понятие мушеля, и когда человек очень важен для народа, то, например, про Абая, могут сказать, что его возраст равен 100 мушелям. То есть это такая жизнь, которая не заканчивается жизнью обычного человека на земле, она продолжается после его смерти. И, на мой взгляд, это одна из уникальных характеристик кочевой культуры в том числе. Затем, если мы хотим посмотреть дальше, в чем же еще специфика кочевой культуры, то мне могут возразить, сказать, ну как же, вы же понимаете, цивилизация измеряется различными характеристиками, но прежде всего это города, это письменность, это монументальная архитектура. Но я хочу сказать, что все эти три признака, они присутствуют. И вот если обратиться к городам, то вы знаете, что последние археологические работы, они показали нам исключительную древность целого ряда городов Казахстана, ну таких как Тарас, Атрар и так далее, Туркестан. И, ну это тема большого отдельного разговора. Я хочу сказать только одно, что вот в казахском языке слово «мадиньет» — культура, оно восходит к арабскому слову «мадинатун», а «мадинатун» обозначает город. И, на мой взгляд, вот именно это характеризует как ничто другое, вот укорененность и как бы невозможность существования кочевой культуры без городской и наоборот. И вот это взаимодействие городского и, значит, оседлого и кочевого пространства, оно настолько уникально, и сегодня над этим работают целый ряд ученых, безусловно, просто вот по-новому ставящих целый ряд проблем, связанных с этой темой. Конечно, мы можем, говоря о специфике кочевой культуры, сказать и о таком уникальном явлении, как суфизм. Ведь суфизм, который появляется на ранних этапах распространения ислама, по сути, тут, правда, есть разные подходы, вы понимаете, что историография суфизма достаточно широка, но, по мнению целого ряда ученых, суфизм — это и есть как раз вклад кочевников Евразии в религиозные искания Средневековья. Почему я так говорю? Потому что на территории Казахстана имеется уникальный памятник, и мы знаем, что существовало суфийское братство Ясавия. И, безусловно, мавзолей Хаджахмета Ясави, который считался второй меккой и традиционно для казахов был центром, не только для казахов, для вообще тюркского, скажем так, населения Евразии, таким местом притяжения, паломничества. Вы знаете, что существует определенная схема того, как надо посещать мавзолей, то есть надо поклониться сначала родителям Ясави, затем поблагодарить его учителя Растанбаба и только потом просить у Ясави. То есть вот эта схема, она сохраняется, и интерес к подобного рода памятникам, литературе, он как бы во многом инициирован вот этим стремлением постичь себя. То есть вот это процесс самоидентификации, скажем так, вот в этом потоке истории, не случайная работа нашего президента, одна из, так сказать, первых и посвященных вот этому проблему поиска идентичности, собственно, она так и называется в потоке истории, а программа, значит, последняя, инициированная в прошлом году, по развитию, сохранению историко-культурного наследия, тоже так и называется. Народ в потоке истории. То есть это все не случайно, это все попытки самоопределения, потому что, ну, разные существуют подходы. То есть у нас есть авторы, которые говорят, что только исключительно кочевое, значит, наследие мы имеем. Другие есть крайние, которые говорят, нет, казахи всегда были оседлыми. И это тоже вызывает целый ряд вопросов. Я думаю, что правы, как всегда, истина где-то посередине, да, и правы те авторы, которые понимают, что при доминировании кочевого образа жизни в целом ряде регионов активно продолжало на протяжении не просто веков, а тысячелетий, продолжало существовать земледелие, как форма освоения пространства, ландшафта, биосферы. И удивительное сочетание взаимодействия кочевой и оседокультуры как раз дает нам тоже еще одну специфику, которую, наверное, мы видим через то, как выработалась эта уникальная характеристика, которую можно назвать как адаптивная пластичность. Вот адаптивная пластичность к изменениям, изменениям в ландшафте, в биосфере, в социальных отношениях, приспособляемость, высокая степень выживаемости и вживаемости. Вот на мой взгляд, это все результат вот такого длительного, очень непростого, достаточно противоречивого процесса как бы параллельного существования кочевой и оседлой цивилизации. И в этом море, так скажем, функционирования культуры мы можем сказать, что кочевая культура, она невозможна без взаимодействия с оседлым миром, точно так же, как оседлый мир нуждался и находил целый ряд положительных для себя моментов в кочевом пространстве. Мы это видим в источниках, мы это видим в каких-то материальных предметах. И последние наработки, последние открытия наших археологов, в частности, историков, работа с историческим материалом, это ярко нам подтверждает. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...